ЯХВА, БОГ ЖИВОЙ ИСХОД, ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ, СТИХИ ПЕРВЫЙ, ВОСЬМОЙ И сказал Господь Моисею, вытеши себе две скрижали каменные, подобные прежним, и я напишу на сих скрижалях слова, какие были на прежних скрижалях, которые ты разбил. И будь готов к утру, и взойди утром на гору Синай, и предстань предо мною там, на вершине горы, но никто не должен восходить с тобою, и никто не должен показываться на всей горе. Даже скот, мелкий и крупный, не должен пастись близ горы сей. И вытесал Моисей две скрижали каменные, подобные прежним. И, встав рано поутру, взошёл на гору Синай, как повелел ему Господь, и взял в руки свои две скрижали каменные. И сошёл Господь в облаке, и остановился там, близ Него, и провозгласил имя Иеговы. И прошёл Господь пред лицом его, и возгласил, Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, Долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающих вину и преступления и грех, Но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей, до третьего и четвёртого рода. Моисей тотчас пал на землю и поклонился Богу. Мы должны знать, кем на самом деле является Бог, в Которого мы верим. Давайте снова обратимся ко второй книге Моисеевой, глава третья, стихи тринадцатый, шестнадцатый. И сказал Моисей Богу, Вот, я приду к сынам Израилевым и скажу им, Бог отцов ваших послал меня к вам, А они скажут мне, Как ему имя? Что сказать мне им? Бог сказал Моисею, Я есмь сущий, И сказал, Так скажи сынам Израилевым, Сущий послал меня к вам, И сказал ещё Бог Моисею, Так скажи сынам Израилевым, Господь Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова послал меня к вам, Вот имя моё навеки и памятование обо мне из рода в род, Пойди собери старейшин Израилевых и скажи им, Господь Бог отцов ваших явился мне, Бог Авраама, Исаака и Иакова, И сказал, Я посетил вас и увидел, Что делается с вами в Египте. Кем является Бог Яхве? На иврите Господь звучит как Яхве, Или более употребительное, Иегова. Слово Яхве означает тот, Который существует сам по себе. Иными словами, Бог не является чьим-либо творением, Но существует сам по себе. Бог есть творец всей вселенной И всего сущего в ней. Писание гласит, И говорил Бог Моисею, И сказал ему, Я Господь, Являлся я Аврааму, Исааку и Иакову С именем Бог Всемогущий, А с именем моим Господь Не открылся им. И я поставил завет мой с ними, Чтобы дать им землю ханаанскую, Землю странствования их, В которой они странствовали. И я услышал стенание сынов Израилевых о том, Что египтяне держат их в рабстве. И вспомнил завет мой. Итак, скажи сынам Израилевым, Я Господь, И выведу вас из-под ига египтян, И избавлю вас от рабства их, И спасу вас мышцею, Простертою и судами великими. И приму вас себе в народ, И буду вам Богом, И вы узнаете, Что я Господь, Бог ваш, Изведший вас из-под ига египетского. Исход, глава шестая, Стихи второй, седьмой. В третьем стихе сказано, Являлся я Аврааму, Исааку и Иакову С именем Бог всемогущий, А с именем моим Господь Не открылся им. В синодальном переводе Библии Слово Господь звучит и егова. Еврейское слово Иегова Переводится как сущий Или надлежащее имя Бога истинного. Вначале Бог не открыл человечеству Своего имени Иегова. Поэтому в те времена Люди называли его Богом. Но затем, чтобы спасти народ Израиля, Бог захотел, чтобы его имя Иегова Стало известно всем людям в этом мире. Я Иегова, Я Яхве, Я сущий, Который существует сам по себе. Бог таким образом захотел, Чтобы все узнали, Кто Он есть. Бог есть тот, Кто существует сам по себе. Бог Авраама, Исаака и Иакова. Он жил еще до начала всего. Иными словами, Бог живет и существует вечно. Бог соделал так, Что народ Израиля, Дети Авраама, Должны были 430 лет Провести в рабстве у египтян. Затем он пообещал Освободить их из рабства И вывести в землю Ханаанскую. Как он и обещал, Бог Иегова Появился спустя 430 лет И приказал Моисею Избавить народ Израиля От преследований фараона. Я и Иегова, Я сущий, Ваш Бог, Отпусти мой народ. Ради спасения своего народа Он явился Моисею И приказал фараону Отпустить его народ, Поскольку он знал О страданиях израильского народа. И, слыша стинания своего народа Под египетским гнётом, Бог сказал, Что он избавит его от рабства. Через 430 лет После того, Как Господь дал свой завет Аврааму, Он пришёл к народу Израиля И явился пред ним. Я и Иегова, Я Бог, Я пришёл исполнить обещание, Которое я дал Аврааму, Вашему отцу. Я обещал вывести его детей Из Египта В землю ханаанскую. И я знаю все ваши страдания. Пойди к фараону И скажи ему об этом. Вот что сказал Бог Иегова. Вы должны понимать, Что Бог действительно Является Богом Авраама, Исаака и Иакова. Бог есть также наш Бог, Ваш и мой. Каково же имя Его? Его имя Яхве, Которое означает, Что он есть тот, Который существует сам по себе. Бог существовал ещё до сотворения мира, Поскольку его никто не создавал. Он существует сам по себе. Мы должны понять значение имени Бога. Исключительно важно, Чтобы мы поняли и уверовали в то, Что Бог действительно есть тот, Который существует сам по себе. Что он есть тот, Который сотворил нас, Правит нами и избавил нас От наших грехов. Мы должны веровать в Бога Яхве, Как в нашего абсолютного Бога, Поскольку именно Бог Яхве Действительно сотворил всю Вселенную И продолжает существовать и поныне. Подобно народу Израиля, Вы и я, Мы веруем в Бога И тоже получили его заповеди Пред лицом его. И подобно тому, Как народ Израиля Не смог соблюдать закон, Так и мы не смогли жить по закону. А потому, Из-за наших грехов пред Богом, Мы также были теми, Кому не избежать Ужасающего наказания за грех. Иными словами, Из-за наших грехов Мы действительно Не могли бы Не быть осужденными им За наши грехи. Вот почему Каждый из нас Должен заплатить Богу выкуп, Чтобы искупить Свои собственные грехи. Чтобы избавиться От наших грехов, Мы должны Верой своей Заплатить Богу Отцу Цену искупления, Равную цене Нашей собственной жизни. И чтобы удовлетворить Справедливый суд Божий, И чтобы милостивая Любовь Божья Явилась нам, Мы должны Принести жертву, Сопоставимую С нашей собственной жизнью. Лишь предавая Жизнь свою Во искупление Своих грехов, Мы можем Восстановить мир Между Богом И человечеством. И только По вере Мы можем Избавиться От всех наших грехов И избежать Осуждения За них. Когда бы мы Не предстали Пред Богом, Мы должны Будем признать, Что из-за Наших грехов, Совершенных Пред Ним, Мы не можем Не быть судимы И не понести Наказания За эти грехи. Если мы Веруем в Бога Как нашего Спасителя, Мы должны Осознавать, Что нам Уготована Преисподняя По причине Наших грехов. И мы Должны Верить В Мессию, Который, Будучи Нашим Спасителем, Понес Возмездие За наши Грехи И избавил Нас От Осуждения За грех. Когда мы Предстаем Пред Богом, Мы должны Верить В крещение И кровь Иисуса Христа И Его Искупительную Жертву За наши Грехи. Мы должны Веровать В Него Как Мессию И признавать Его Таковым. Мы должны Признать, Что мы Все Стали Грешниками Пред Богом, Поскольку Мы не Смогли Соблюдать Его Заповеди. И мы Должны Верить, Что Иисус Христос, Мессия, Избавил Нас От Наших Грехов. Мы Должны Осознавать, Что Не мы Можем Не Подвергнуться Божьему Наказанию За грех. А Осознав Свою Греховность, Мы Таким Образом Стали Достойными Обрести Благодать Отпущения Грехов, Которую Бог Даровал Нам. И Мы Становимся Способными Возвести Фундамент Нашей Веры, Которая Умилостивит Бога И Заслужит Прощения Наших Грехов. Чтобы Соделать Нас Своими Детьми, Бог Сотворил Нас По Своему Образу И Подобию, Но При этом Рождаемся Мы Во Грехе. Будучи Потомками Адама, Мы Все Родились Грешниками, Но Благодаря Промыслу Божьему Мы Станем Его Детьми. Мы Были Теми, Кто Не Мог Избежать Осуждения За Грех, Но Во Исполнение Воли Своей Бог Послал Нам Своего Собственного Сына И Простил Нам Все Наши Грехи. Иисус Сын Божий Принял Крещение И Умер На Кресте Согласно Божьему Замыслу Поэтому Бог Иегова Дал Новую Жизнь Тем Из Нас Кто Верует Что Все Грехи Мира Перешли На Его Сына Во Время Его Крещения Иоанном Кто Верует Что Своей Кровью На Кресте Он Избавил Нас От Всех Наших Грехов И Кто Верует В То Что Тем Самым Он Понес Наказание За Наши Грехи Крещение Иисуса И Его Кровь Стали Более Чем Достаточной Жертвой Для Того Чтобы Позволить Нам Верующим Обрести Новую Жизнь Избавиться От Всех Наших Грехов И Стать Детьми Божьими Веруя Мы Должны Спастись От Всех Наших Грехов И Веруя В Голубую Пурпурную И Красную Нити И Вессон Мы Должны Иметь Такую Веру Которая Позволит Нам Стать Народом Божьим Абсолютная Истина Заключается В том Что Лишь Те Кто Имеют Подобную Веру Могут Действительно Стать Народом Божьим Все Боги Мировых Религий Являются Всего Лишь Творениями Самих Людей Кроме Бога Иеговы Иисуса Христа И Святого Духа Все Остальные Боги Являются Попросту Божествами Созданными Самими Людьми Ничто И никто Кроме Бога Не могут Существовать В этом Мире Сами По себе Вот Почему Бог Сказал Я Сущий И Действительно Есть 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 Либо Кто Существует Сам По Себе Будда К примеру Вышел Из Утробы Своей Матери И Следовательно Он Является Лишь Творением Творением Бога То же Самое Относится И к Конфуцию И к Магомету Они Все Были Детьми Своих Родителей То есть Они Все Попросту Сотворены Богом Статуи Будды Которые Извояли Его Последователи Есть Ничто Иное Как Творение Рук Человеческих Эти Статуи Созданы Из Камня Или Металла Которые В свою Очередь Сотворены Богом Абсолютно Все Солнце И Луна Вода И Воздух Все Галактики Вселенной Все Было Сотворено Богом Даже Ангелы Божественные Существа Были Сотворены Богом Только Бог Авраама Исаака И Иакова Бог В которого Мы Веруем Является Богом Яхве Который Который Существует Сам По Себе Бог Яхве Никем Не Сотворен Только Он Существует Сам По Себе Только Он Является Создателем Всей Вселенной И Только Он Является Тем Кто Сотворил Вас И Меня Только Этот Бог Яхве По Воле Своей Задумал Спасти Нас От Грехов И Соделать Нас Своим Народом Согласно Замыслу Божьему Мы Ногими И Плачущими Приходим В этот мир И Покидаем Его Ногими Будучи Не в состоянии Что-либо Унести С собой Согласно Этому Же Замыслу Он Заставляет Нас Страдать В этом Мире Чтобы Мы Искали Бога И Могли Встретиться С Ним Если Мы Говорим Что Мы Веруем В Бога Мы Должны Признать Тот Факт Что Мы Не Можем Избежать Наказания Смертью Из-за Своих Грехов Не Можем Не Попасть В ад По Причине Несоблюдения Заповедей Божьих И Не Можем Избежать Ужасных Страданий Пред Лицом Господа До Того Как Уверовать В Мессию Иисуса Христа Как Нашего Спасителя Мы Должны Прежде Всего Признать Себя Грешниками Которые Не Могут Не Подвергнуться Осуждению За грех И Которые Обречены Быть Брошенными В Преисподнюю Бог Яхве Всеведущий И Всемогущий Только Бог Является Всеведущим И Всемогущим Богом Который Действительно Сотворил Нас И Который Действительно Правит Миром Осознав Это Мы Должны Признать Пред Богом Какими Же Большими Грешниками Мы Являемся На самом Деле Мы Должны Признать Что Из-за Наших Грехов Мы Не Можем Избежать Страшного Гнева Божьего И Мы Должны Верить В Истину Которая Гласит О том Что Все Проблемы С Грехом Мы Можем Разрешить Веруя В Агнца Божьего Который Пришел Избавить Нас От Всех Наших Грехов И Передавая Все Наши Грехи Этой Жертве Искупления Путем Возложения Рук На Его Голову На Самом Деле Это Мы Должны Быть Осуждены За Наши Грехи И Должны Умереть В Наказание За Них Но Они Могут Быть Смыты Поскольку Крещением Иисуса Все Наши Грехи Были Возложены На Него Как На Жертву Мы Должны Верить В Эту Истину Мы Должны Признать Что Принеся Эту Жертву Бог Вседержитель Для Которого Нет Ничего Невозможного Действительно Спас Нас Он Спас Тех Кто По Причине Своих Грехов Не Мог Избежать Ада Люди Которые Веруют В Эту Истину Являются Истинными Верующими В Мессию Иисуса Христа Верить Верить Мессию Просто Так Основываясь На своих Собственных Умозаключениях Абсолютно Неправильно Если Если мы Говорим Что Мы Веруем В Бога Мы Должны Воздвигать Нашу Веру На Истинно Библейском Фундаменте И Изначальным Основанием Для Этого Фундамента Должно Быть Его Слово Гласящее Я Есм Сущий Я Иегова Народ Израиля Не смог Выполнять Закон Который Бог Наказал Им Соблюдать Заповеди Данные Богом Израильтянам Были Даны Также И тем Из Нас Кто Живет В Настоящее Время Если Вы Действительно Желаете Веровать В Бога И Если Вы Действительно Хотите Стать Детьми Авраама Вы Должны Признать Что Бог Дал 613 Пунктов Закона Не Только Израильтянам Но И Нам Каждому Человеку В этом Мире И Всей Вселенной И Мы Должны Признать Что Подобно Израильтянам Мы Также Не Смогли Соблюсти Заповеди А Потому Нам Уготовано Погибнуть Ибо Возмездие За Грех Смерть Римлянам Глава 6 Стих 23 Мы Должны Верить Что Бог Простил Наши Грехи Истинной Голубой Пурпурной И Красной Нитей Чтобы Уверовать В это Мы Должны Отправиться На Поиски Истины Спасения Благодаря Которой Наш Господь Избавил Нас От Наших Грехов И От Осуждения За Грех Несмотря На то Что мы Не смогли Соблюдать Строгие Заповеди Божьи Если Мы Не Осознаем Себя Законченными Грешниками И Если Мы Не Признаем Себя Обреченными На Осуждение За Свои Грехи Мы Никогда Не Сможем Уверовать В Мессию Если Люди Веруют Что Даже Оставаясь Грешниками Они Смогут Войти В Царство Небесное В то Время Как Бог Уже Записал Их Грехи В Книге Своего Суда Они Совершают Великий Грех Произнося Имя Господа Напрасно Потому Что Имея Подобную Веру Эти Люди Толкуют Закон Божий По Своему Собственному Разумению Подобные Люди Никогда Никогда Не Смогут Быть Избавлены От Своих Грехов Их Ждет Вечное Наказание За Их Грехи И Они Будут Вергнуты В ад Поскольку Несмотря На то Что Они Веруют В Бога Они Не Приняли И Не Признали Его Эти Люди Должны Тотчас Спокаяться И Отказаться От Своего Неверия Прямо Сейчас В этот Самый Момент Бог Пребывает Как В наших Сердцах Так И во Всем Что Вокруг Нас И Он Знает О Нас Все Несмотря На то Что Бог Живой Есть Люди Которые Не Веруют В Него Более Того Насмехаются Над Ним И Тем Не Менее Все Мы Нуждаемся В Искупительной Жертве За Наши Грехи Вот Почему Господь Наказал Израильтянам Совершать Искупительное Жертвоприношение На Алтаре Всесожжения В Скинии Обряд Жертвоприношения Совершался В Установленном Богом Порядке Бог Действительно Тот Который Существует Сам По Себе Он Тот Который Был Прежде И Есть Теперь Он Есть Бог Который Жил Во времена Проотцов Нашей Веры Являлся Им И Говорил С ними И Он Есть Тот Который Живет Сейчас Является Нам И Говорит С нами Он Тот Кто Действует Среди Нас Нап Направляет Нас И Управляет Нами Истина Которую Мы Не Должны Забывать Несмотря На то Что мы Спасены Об Одном Мы Никогда Не Должны Забывать Мы Не Должны Забывать О том Что Хотя Мы И Не Можем Избежать Вечного Осуждения Господь Наш Своим Крещением И Пролитой На кресте Кровью Избавил Нас От Всякого Осуждения За Наши Грехи До Тех Пор Пока Мы Не Предстанем Пред Нашим Господом Мы Должны Всегда Помнить Об Этой Истине И Верить В Нее Всем Своим Сердцем Мы Должны Верить В Нее Даже Когда Мы Будем Восхвалять Бога В Царстве Небесном Мы Должны Благодарить Бога За то Что Он Позволил Нам Веровать В Нашего Господа Как Своего Спасителя И Даровал Вечную Жизнь Нам Которые Не могли Избежать Вечного Проклятия И Осуждения За Свои Грехи Мы Должны Принять Евангелие Воды И Духа В свое Сердце Раз И Навсегда Что Будет Если Мы Не Признаем Что Обречены На Вечное Осуждение За Наши Грехи Тогда Нам Не Будет Не Обходимости Восхвалять И Благодарить Бога Бог Спас Нас Простых Смертных Которые Не Могли Избежать Вечного Осуждения За Свои Грехи Вот Почему Мы Должны Верить В Бога И Благодарить Его Поскольку Господь Наш Принял Своё Крещение И Пролил Свою Кровь Ради Нашего Спасения Вот Почему И Вы Должны Веровать И Поэтому Все Мы Должны Проповедовать Евангелие Воды И Духа Сердца Людей Которые Веруют В Крещение Иисуса И Пролитую За Их Грехи Кровь Славят И Благодарят Бога Поскольку Господь Избавил Этих Людей От Их Грехов И Спас Их От Смерти Они Каждый День Верой Своей Воздают Ему Хвалу И Славу Проблема Заключается В том Что Некоторые Люди Не Имеют Правильного Представления Об Иисусе Их Знания О Нем Односторонни И Неполны Это Люди С Извращенным Сознанием Они Будучи Погрязшими Во всех Мыслимых И Немыслимых Грехах Даже Не Осознают Что Они Совершают Грех Те Кто Совершая Грех Даже Не Признают Его Таковым Никто Иные Как Грешники Невзирая На То Что Мы Слабые И Немощные Существа Которые Не Могут Не Грешить Совершая Грех Мы Должны Всегда Осознавать Его И Мы Всегда Должны Утверждать О Крещении Нашего Господа И О Его Крови На Кресте То Есть Мы Всегда Должны Утверждать Евангелие Воды И Духа Делая Это Мы Тем Самым Признаем Себя Грешниками Пред Богом И Если Мы Действительно Веруем В Евангелие Воды И Духа Мы Можем Вздохнуть С Облегчением Поскольку Веруя В Евангелие Воды И Духа Мы Обретаем Покой В Своих Душах Когда Я Говорю О Безгрешности Это Вовсе Не Означает Что Мы Не Должны Признавать Наши Грехи Когда На самом Деле Совершаем Их Это Не Означает Что Те Кто Веруют В Евангелие Воды И Духа Не Нуждаются В Признании Греха Грехом Хотя Мы И Были Избавлены От Всех Наших Грехов Мы По-прежнему Должны Признавать Совершаемые Нами Грехи Тем Чем Они Являются На самом Деле Нашими Грехами И Невзирая На то Что Нам Уготовано Вечное Осуждение За наши Грехи Мы Никогда Не Должны Забывать О том Что Своим Крещением Своей Кровью И Своим Вознесением Наш Господь Избавил Нас От Всех Наших Грехов И От Осуждения За Грех Мы Никогда Не Должны Забывать Что Господь Наш Спас Нас Голубой Пурпурной Поэтому Мы Должны Возносить Хвалу Спасению Отпущением Грехов Дарованному Богом И Каждый День Благодарить Его За Его Великую Милость Спасения Лишь Лишь Такая Вера Является Истинной Верой Тех Кто Верит В Евангелие Воды И Духа Бог Яхве Жив И Сейчас Подобно Тому Как Бог Был Богом Авраама Исаака И Иакова Так И Сейчас Он Является Вашим И Моим Богом Потому Что Бог Не Есть Бог Не Устройство Но Мира Первое Коринфянам Глава 14 Стих 33 Он Не Является Богом Христиан Которые Выставляют На Показ Свои Добродетель И Благочестие Но Он Есть Бог Тех Кто Верует В Евангелие Воды И Духа Мы Веруем В Слово Бога И Говоря Да Повинуемся Ему Бог Есть Наш Бог Когда Он Говорит Нам Вам Уготована Преисподняя Мы Отвечаем Ему Да Ты Прав Тогда Он Говорит Нам Однако Я На самом Деле Спас Тебя Моими Голубыми Пурпурными И Красными Нитями И Тончайшим Крученным Вессоном И Нам Ничего Не Остается Как Сказать Ему В ответ Да Ты Абсолютно Прав Таким Образом Мы Стали Народом Божьим Его Людьми Которые Повинуются Ему Всегда Говоря Да В ответ На Его Обращение Я Благодарю Господа За Его Милость Благодаря Которой Он Спас Нас Евангелием Воды И Духа Мы Должны Верить И В Сердце Своем Осознавать Тот Факт Что Господь Наш Действительно Избавил Нас Водой Кровью И Духом От Всех Наших Грехов Тем Самым Он Соделал Нас Народом Царства Небесного Благодарите Господа Веруя Что Евангелие Воды И Духа Является Даром Спасения Которое Дал Вам Бог Верой Моей Я Возношу Хвалу Богу За то Что Он Евангелием Воды И Духа Навеки Спас Меня Человека Который Был Обречен Оказаться В Аду За Свои Грехи Помня о том Что Все мы На самом Деле Были Из Бронзы То есть Мы Не могли Избежать Божьего Суда Мы Не Можем Не Восхвалять Бога За Наше Избавление От Греха За то Что Он Спас Нас Своими Голубыми Пурпурными И Красными Нитями И Крученным Виссоном И Мы Должны Благодарить Его Веруя В Истину Евангелия Сокрытого В этих Голубых Пурпурных И Красных Нитях И Крученом Виссоне Только Бог Яхве Является Богом Всего Человечества И Он Стал Богом Спасителем Всего Рода Человеческого Мы Все Должны Веровать В Бога Яхве Как Нашего Бога Сочи Согу Сокgam Сок С vor Сок Сそうですね С